Эту фотографию знает весь мир. Именно она стала неким символом Великой Победы, которую ценой неимоверных усилий и миллионов жизней одержала наша страна. И как раз на этой фотографии можно проследить, наверное, идеологию, политику нашего государства, как это все было. О судьбе фотографии рассказывает Анна Халдеев, дочь Евгения Халдеев, фотокора ТАСС, который 2 мая 1945 года и сделал знаменитый снимок «Знамя Победы над Рейхстадом». Два варианта одной фотографии. Вот этот уже 70 лет публикуется в книгах, журналах, на плакатах. Другой мы получили от Анны Халдеев. На первый взгляд они ничем не отличаются. Но на самом деле это не так. Взгляните. Двое часов на руках у советского солдата-победителя. Трофеи. Тема, которая в течение многих десятков лет почему-то считалась стыдной, не обсуждалась, замалчивалась и, как следствие, не исследовалась. Обсуждать на фоне величественнейшего подвига и как-то прибивать, что ли, воинов-победителей таким образом, ну, в пропагандистских целях было и нецелесообразно. Как-то так... Ну, не то чтобы стеснялись, но старались не говорить об этом, не заострять на этом. Британский музей, Лувр, музей в Берлине. Все великие экспозиции мира – это, по сути, склады награбленного в войнах. Но никому и в голову не приходит требовать, чтобы Лувр отдал Египту то, что оттуда вывез Наполеон. А британцев, возмущенная общественность, не призывает вернуть трофеи, добытые ими в Индии. Нам же постоянно тычут в нос – вы обобрали Германию, верните незаконно награбленное. А ведь если взглянуть на факты и цифры, то все совсем не так. И за то немногое, что было нами взято, мы заплатили. Заплатили дорогой ценой – жизнями. Это у нас такой извечный комплекс вины. Поэтому на протяжении всего того времени, заметите, какой удивительный параллелизм, всего того времени, покуда мы молчали о трофеях, мы молчали о своих потерях. Наш фильм – первая серьезная попытка поговорить о трофеях Второй мировой войны честно, без политики. Ничего не преувеличивая, но и ничего не преуменьшая. Сегодня на всей территории России 450 антикварных магазинов. А в одном только Лондоне их более двух тысяч. Почему так? В нашей стране, которая пережила много войн и революций, просто не осталось ничего, что в них можно было бы продавать. Считается, что до 80% предмета искусства, культурное наследие после потрясения 20 века оказалось за рубежом России. Союзных республик, дальние зарубежья, социалистические страны, ну и за океаном. И все же что-то еще можно купить и в России. Непосвященные думают, что это какие-то остатки чудом сохранившейся у потомков русских дворянских семей. Но на самом деле почти половина того, что продается у антикваров, это трофеи, вывезенные после завершения Великой Отечественной войны из Германии. Вот только многое из выставленного на продажу антиквариата русского происхождения. Как это стало возможным? Оказывается, все это предметы, которые покинули пределы нашей страны в период революции. Или вместе с эмигрантами, или чуть позже, когда распродавались российские музейные коллекции. Так что, по сути, вывозя трофеи, мы возвращали свое же. И в том числе то, что было украдено уже немцами в ходе Великой Отечественной войны. Специальные команды в рамках подразделения СС с искусствоведами как бы причесывали всю территорию. Отбирали для нацистского музея в Линце. Есть такой городок маленький, и там собирались построить супергород, музейного охранения, который покажет мощь германского солдата, который завоевал всю Европу. И они туда свозились. Потом, когда Германия полыхала в огне, что там сгорело? Вроде бы сгорело, а потом появляется где-нибудь на американском континенте, на аукционе. Среди весьма недешевых лотов немало того, что имеет явно русское происхождение. Да и в целом ситуация выглядит как минимум странной. Совершенно не пострадавшая в ходе Второй мировой войны Америка по ее итогам получила в виде репарации трофеев больше, чем Советский Союз и Польша вместе взятые. Наши американские и британские союзники, отнюдь не ангелы с белыми крыльями, особенно американцы, грабили полный рост, как положено. Методично и очень аккуратно. Но о том, кому достался золотой запас фашистской Германии, и большинство патентов на научные изобретения немецких ученых, мы поговорим позже. Пока же речь пойдет про офицеров и солдат Красной Армии, которых сегодня западная пресса сплошь и рядом обвиняет в мародерстве и грабежах. Причем в подавляющем большинстве случаев обвиняет ложно. Ведь, как правило, ими вывозились из поверженной Германии сущие мелочи. К примеру, минометчик лейтенант Игорь Николаев привез домой с войны лишь дешевенький портсигар. Нашел брошенным в доме. Потом уже сам сигареты туда клал. Но тут карта, почему я ее подобрал? Карта Германии. И я даже один раз по этому портсигару проводил политинформацию с батареи. Я же старший на батарее был. Были блокноты у меня из Германии. Привез я карандаши. Вот это все было на загляденье. Мы были не набалованы. А я же художник. Мне интересно. Вот и вся история с трофеями. Зима 1945 года. Красная армия после кровопролитнейших боев форсировала Одер. До логова фашистского зверя Берлина рукой подать. Все время же вот войдем, войдем в логово, в логово, в логово. Ну и в середине дня вошли в логово. Зима. После Сандомирского подзарма, после Польши все жители ушли. Ну, шоссе. Значит, справа дома темные, глухие. Наша колонна полковая. Вот она шла, шла и встала. Почему, а чего? Встала и все. И мимо колонны, обгоняя, по свободному, по свободному части шоссе, семенит, как мы называли, славянин, и несет на закорках гуся живого. Гусь орет и машет крыльями. Дядька семенит, пехота хохочет. Пока стояли, кое-кто решил быстренько пробежаться по брошенным хозяевами домам, которые смотрели на солдат темными, пустыми окнами. Что искали? Все просто. Еду. А если повезет, то и шнапс. С этой же целью помчался к ближайшему дому и сержант, подчиненный лейтенанту Николаеву. Вот только ничего путного из его вылазки не вышло. Появился вот мой сержант, и говорит, товарищ лейтенант, восемь бутылей перепробовал, все керосин. Вот это был мест Германии. Орущий гусь, гогочащая пехотная колонна, и сержант разворотливый, который напился керосином. Стыдиться того, что оголодавшие солдаты шарили по чужим домам? Но разве немцы, те, кто воевал на их стороне, вели себя как истинные джентльмены на нашей земле? Попробуйте расспросить об этом выживших жителей оккупированных советских городов и сел. Германия, несмотря на все разрушения, поразила советских солдат. Поразила своей благоустроенностью, уютной, налаженной жизнью, своим богатством, наконец. Красная армия попала на территорию врага и была абсолютно потрясена уровнем жизни немецкого пролетариата, который жил намного лучше, чем любая красная аристократия. Солдаты в основном простые крестьяне, которые ничего, кроме родной деревни, в своей жизни не видели. Оказавшись на землях по-европейски чистенькой, аккуратной и дисциплинированной Германии, они были изумлены. Что этим немцам у нас-то понадобилось, если сами они живут так хорошо? А потом на смену изумлению пришли злость и понятное желание хоть как-то восполнить те материальные потери, которые понесла в нашей стране каждая семья, каждый человек. Грабеж был, но, вы понимаете, то же самое было и с... Вообще на любой военной территории. Оправдывать это никак нельзя, разумеется. Но подходить здесь с такими специальными мерками, что мы были принципиально хуже всех остальных, я тоже побоялся. Но если наши союзники относились к этому достаточно спокойно, как к процессу на любой войне неизбежному и даже в чем-то справедливому, то у нас фотографу Евгению Халдею чуть было не вкатили выговор за невнимательность. Знаменитый на весь мир кадр знамя победы над Рейхстагом ведь был постановочным. Выстраивая композиции, фотохудожник отснял тогда не один десяток кадров. Некоторые из них сохранились до наших дней. Но в историю вошел снимок, где Абдул-Хаким Исмаилов страхует своего товарища Алексея Ковалева от возможного падения с крыши Рейхстага. В этот самый момент рука в гимнастерке Исмаилова и задрался, обнажив запястье со вторыми трофейными часами. И тогда Халдея берет булавку и на правой руке Исмаилова выцарапывает часы. Ретуширует их. Большинство неотретушированных негативов было сразу же уничтожено. Сегодня единственный доступный для обозрения оригинал был выставлен здесь, в Еврейском музее в Москве. Это единственная фотография и единственный негатив в свободном доступе для посетителей. Этих людей, которые на фотографии Алексей Ковалев, человек, держащий знамя, и поддерживающий за ноги Абдул-Хаким Исмаилов, они не были известны, их прятали от народа, потому что были официальные люди, выдрузившие знамя Победы. Именно их имена мы заучивали в школе, глядя на эту фотографию – Егоров и Кантария. А оказалось, что на снимке запечатлены совсем другие – Ковалев и Исмаилов. Полный кавалер Ордена Славы Алексей Ковалев умер в безвестности в Киеве в 1997 году. Дагестанец Абдул-Хаким Исмаилов дожил до 93 лет. В 1996 году из рук президента Ельцина он получил золотую звезду Героя Российской Федерации. Почему советские солдаты подбирали в качестве трофеев вещи, брошенные немцами, бежавшими от Красной Армии? В первую очередь, потому что дома не было даже этих мелочей, оставленных местными, как что-то не очень ценное. Потому что здесь все было разорено, ну, дотла. Дотла. Ничего не осталось. Люди должны были как-то начинать сначала, с нуля. Вообще, ну, от обгорелой печной трубы. Но осуждать их за это у меня язык не поворачивается. У меня они же сами себя сожгли, в конце концов, дома до печных труб. Да еще часто с семьями вместе. Это как раз оправданно, на мой взгляд. Это как раз понятно. Что мог унести простой солдат-пехотинец? Только то, что помещалось в его вещевом мешке, и при этом не оттягивало бы плечи. Ведь ему еще предстояло воевать. А жизнь, как ни крути, важнее любого трофея. Ветеран войны Алексей Маскалев, например, привез с войны чайную ложку. Когда я шел по улицам Эберсвальде, перед тем, как, как говорится, взять Берлин, вот, я нашел на улице чайную ложечку. Кто ее бросил? Почему бросил? Я не знаю. Я ее поднял. Поднял и даже улыбнулся. Уж очень понравилась молодому солдату маленькая смешная девочка с косичками, которая украшала ложку. Таким от этого изображения повеяло миром, спокойной и счастливой жизнью, домом, наконец. Положил Алексей Маскалев неожиданную находку в карман, а она после уж с ней и не расставалась. И он оказался моим единственным трофеем и памятью о тех военных летах. Сейчас я сахарный песок, как говорится, высыпаю сахарницы по чашечкам с помощью этой ложечки. Вот и все мои трофеи. Пехота могла только унести на себе. Царями были самоходчики, особенно экипажи больших самоходов, типа СУ-152, танкисты и артиллерия больших калибров, потому что у них были тягачи, танкоремонтные, транспортные машины гусеничные. У них было много грузовиков по штату, и все это было загружено товаром по борта. Чем именно? Как ни странно, от действительно серьезного разграбления Германию спас низкий уровень образования наших солдат. Грузовики не были забиты, как можно было бы подумать, антиквариатом и бесценными произведениями искусства. Нет. Они везли пуховые подушки, кружевные шторы, шубы, фикусы в катках, а иногда даже кафельную плитку, в которой в Германии, к изумлению наших, были отделаны общественные туалеты. Отбивали ее, свинчивали унитазы, скручивали краны. Трофеи солдат, воевавших на передовой, были во многом случайны. Увидел то, что брошено, оставлено хозяевами, которые то ли бежали, то ли были убиты, подобрал, привез домой. Именно так в семью Михаила Моисеева попали трофейные столовые приборы. Причем вот серебро, нормальное, 950-й пробы, которое дедушка привез из Германии. Он служил в артиллерии. Она была самоходная. Судя по всему, это была самоходка. Бабушка рассказывала с его слов, что они, там, по-видимому, отъезжали от чего-то и протаранили стену дома. Бой стих, выехать они уже не могли, потому что их подбили немножко. Вот. Они вылезли, значит, а поняли, что они вот в квартире. Вот. А дед он был очень-очень мягким человеком. И, в общем, он такой, ну, тюха такой. Вот он на фотографии в солдатской книжке, которая бережно хранится в семье. Здесь деду Михаила Моисеева 25. А на этой уже 47. Вот разница 20 лет и одну войну. А вот и то самое трофейное серебро. Пока дед Михаила Моисеева изумленно оглядывался по сторонам, он впервые оказался в богатой квартире, его более приземленные и хозяйственные товарищи уже открывали шкафы и выдвигали ящики буфета. И в какой-то момент они крикнули, Моисеев, а ты что стоишь? И кинули ему вот мешок. И бабушка говорит, что удар был такой этого мешка, что он сел в этом мешке. Ну, вот я думаю, что не все осталось. Может быть, что-то поменяли, после войны было достаточно голодно. Но, во всяком случае, даже то, чего осталось, я думаю, сколько? Килограмма тут два есть. С момента окончания войны прошло уже много лет. Победившие в ней солдаты или древние старики или давно лежат в могилах. А внук одного из них, Михаил Моисеев, и сегодня опасается, что объявится хозяева трофейного серебра и потребует его назад. Вы когда мне сказали, что вот будет передача, я начал думать, знаете, о чем? Я подумал, ну, хорошо, вот завтра семья из Бреслау видит вот эти вещи и говорит, боже, а это же, там же вензеля всякие, там вензеля, там, да, то есть вещи-то приметные. И вот пишут мне люди из Германии, говорят, Майкл, мы увидели наши вещи. Вот что я буду делать? Я думаю, что, ну, то, что я подарю им не подарю, верну им в качестве сувениров несколько наименований, просто чтобы у них была память. Несколько приметов, все вы не отдам. И не потому, что вилки эти стоят каких-то там денег. Просто теперь это трофейное серебро стало историей не только немецкой семьи из Бреслау, но и семьи Моисеевых из Москвы. Памятью о деде, солдате Красной Армии, который прошел через страдания и ужас долгой и кровопролитной войны, через голок и ранения, смерть товарищей и собственную душевную боль. Прошел, чтобы вернуться домой и вернуться победителем. А вот дед Владимира Порываева привез домой таксу. Звали ее Прусак. И моя мама, она с этой таксой, в общем-то, воспитывалась. И такса жила до каких-то там 60-х годов. Дед Владимира Порываева по долгу службы регулярно мотался из только что отбитого у немцев Кёнигсберга в Москву на машине. А был он, что немаловажно, человеком образованным. Неудивительно, что в результате в его семье, помимо таксы, вскоре появились и более ценные трофеи. Это трофейная посуда. Это то, что, в общем-то, производилось в Германии 19-й век, 20-й век. То есть все, в общем-то, знаем, что фарфор германский, немецкий. В общем-то, он ценный. Это вот салатник. Салатник. Вот клеймо. Там корона, написано, на Баваре номер один. Это вот, если я не ошибаюсь, королевская баварская мануфактура. Вот это вот блюдо, оно, в общем-то, без каких-либо особых изысков. Простое, но... Вот здесь вот клеймо производства, мануфактуры. Написано 1935 год. А вот это вот орел Люфтлафе. Это одно из самых интересных вот блюд, которые дед привез с войны. Потому что Люфтлафе, это элита была германских фашистских войск. Вот очень интересно это вот этот вот мейсоновский фарфор. Вот. Это уже, скорее всего, даже, возможно, и не 19-й век. Скорее всего, это более ранние вещи. Вот. А клеймо, то есть оно специалистам очень известно. Две скрещивающиеся сабли. Рассуждая о трофеях, которые наши солдаты вывезли из Германии, стоит сразу провести разграничительную черту. Просто потому, что у тех, кто воевал на передовой, и у тех, кто двигался следом в тыловых частях, были разные условия и возможности. Для фронтовика предметы роскоши никакой ценности не представляли. Он постоянно ходил под смертью. И его отношение к каким-то украшениям, дорогим предметам было пренебрежительным. Пренебрежительным. Гораздо большую ценность для него представляла запасная обойма патронов или еще одна граната на поясе. Понятно, что возможности рядового состава даже в тыловых частях существенно отличались от возможностей состава командного. Хотя и здесь все было по-разному. Кто-то вывозил добро составами, а кто-то брезговал взять даже один единственный предмет. Деда мой вызвали Мигачев Андрей Квузьмич. Служил он в НКВД в 70-й ударной армии. Он очень негативно относился к трофеям и говорил, что трофеи это все-таки грабеж. Он привез из Германии четыре вещи. Две бритвы Золинген, Аккордеон и Баян. И всегда говорил, что это куплено, что это не трофей. Баян пропал, а вот Аккордеон в семье хранится до сих пор. Внук Андрея Мигачева тоже Андрей, даже иногда пытается на нем играть. Внук Андрея Мигачев С детства, когда я его доставал, он тогда на антресуле слежал. Он всегда казался каким-то красивым. Это сейчас много плазменных панелей, полированных поверхностей, а тогда наша как бы эстетика же довольно грубая была. И он такой был прям кожа у него такая здесь белая, лайковая какая-то, совсем не знаю, тонкая. Вот так я его трогал иногда. Он так похож был на игрушку, на большую. Трофеи у высшего офицерства были зачастую совсем другие. Тем более, что рядом с ними порой мог найтись консультант с искусствоведческим образованием, который четко указывал на действительно ценные вещи. Но опять-таки занимались этим не все. Маршал бронетанковых войск Михаил Катыков сразу сказал своей жене, уподобишься этим, что-то просто с земли подберешь, пощады не жди. Были люди, которые тащили трофеи. Катыков лично говорил мне, поднимешь ведь одну вещь, я тебя сам своими руками расстреляю. За каждую вещь, которая в доме сегодня здесь есть, фотографии, картины. Вот эта картина Куртулак-Бургиньон, битва Маврова с Полцем, я за нее заплатил 360 тысяч рублей деньгами. Документы на это все у нас имеются. Люстра, которая висит над головой, уникальная. Тут много уже того, что побито, но таких только в мире две люстры. Полностью оплачен был и этот роскошный сервиз знаменитого на весь мир мейсонского фарфора. Посмотрите, очень красивые изделия. Мне очень нравится этот сервиз. Но очень часто бывает так, что только показывают, но никогда на нем не едят. Я себе этого не позволяю. Когда приезжают гости, расставляется этот сервиз. Удивляться такой платежеспособности маршала не стоит. Советские офицеры в Германии получали очень неплохое денежное удовольствие. За 3-4 месяца офицер среднего звена мог накопить на подержанный автомобиль. Вот только на родину привезти их удалось очень немногим. Слишком велики оказались таможенные сборы на границе с СССР. Да и вообще контроль соответствующих органов за барахольством среди солдат и офицеров был строгим. Советский человек не должен быть меркантильным. Материально его интересовать не может. Только идея. Естественно, коммунистическая. Разные были меры наказания и понижения в должности и направления в штрафные части и разжалования в рядовые, если речь казалась офицеров, вплоть до суда военного трибунала. Если же происходили случаи не барахольства, а именно мародерства, связанного с грабежом местного населения, то речь шла именно о военных трибуналах вплоть до вынесения смертных приговоров виновным. Так, приказом военного совета 2-го Белорусского фронта командующий маршал Рокоссовский предписывалось мародеров и насильников расстреливать прямо на месте преступления. В других соединениях Красной Армии расстрелы проводились перед строем. По данным военной прокуратуры, только в первые месяцы 1945 года за различные проступки, совершенные в отношении местного населения, было осуждено военными трибуналами более четырех тысяч офицеров и большое число рядовых. Некоторые из них также были приговорены к расстрелу. Сейчас очень часто звучат обвинения Красной Армии в 1945 году в том, что она безнаказанно мародерствовала и едва ли, так сказать, не растащила всю Европу. Это неправда. 2 мая 1945 военный прокурор 1-го Белорусского фронта генерал-майор юстиции Яченин докладывал командованию. Насилиями, особенно грабежами и барахольством широко занимаются репатриированные следующие на пункты репатриации, особенно итальянцы, голландцы и даже немцы. При этом все эти безобразия сваливают на наших военнослужащих. В архивах подобных свидетельств немало. Там же хранятся и документы совсем иного рода. Речь в них уже о репарациях. То есть о тех ценностях, которые вывозили из Германии уже не отдельные солдаты и офицеры, а наша страна в целом. О размере репарационных выплат союзники договорились еще во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года. До этого работала репарационная комиссия, которую возглавлял известный советский дипломат, на тот момент времени заместитель наркома по иностранным делам Майский. И комиссия определила сумму репараций. 20 миллиардов долларов столько союзники должны были получить из Германии. Половина из этой суммы, 10 миллиардов, прочиталась Советскому Союзу и Польше как странам, наиболее пострадавшим в результате фашистской агрессии. В своих мемуарах Иван Майский много позднее писал, что после того, как была названа эта сумма, в перерыве к нему подъехал в своем инвалидном кресле американский президент Франклин Рузвельт и сказал, что-то вы продешевили. Я думал, вы попросите не меньше 50 миллиардов долларов. На что? Майский заметил, да мы бы попросили и 100 миллиардов, если бы Германия была в состоянии эту сумму выплатить. Политика Советского Союза в отношении Германии с самого начала была однозначной. Сталин не хотел окончательно разорить и раздавить эту страну. Он понимал, что немцев нельзя загонять в угол. Пример того, к чему это может привести, был слишком свеж. Германия поставленная на колени Версальскими соглашениями после Первой мировой войны слишком быстро поднялась в полный рост и поднялась для того, чтобы отомстить. Гитлер потому и сумел так легко прийти к власти, что выразил чаяние большинства немцев. Так что Советский Союз собирался взять от Германии ровно столько, сколько она могла дать. Репарации должны были поступать в двоякой форме. Это вывоз промышленных предприятий и оборудование с одной стороны. И с другой это продукция, производимая акционерными обществами на территории Германии, которая должна была поступать в Советский Союз. До сих пор на самых разных заводах, особенно за Уралом, можно встретить исправные кузнечные прессы и токарные станки, полученные по репарациям. Или, например, портовые краны. То есть то, что может работать не ломаясь и не снашиваясь десятилетиями. У американцев, которым не нужно было срочно восстанавливать разрушенные войны хозяйства, подход к репарациям был принципиально иным. Они не забирали станок. Они вывозили в США ученого или инженера, который его придумал и разработал, вместе с патентом на изобретение. Мой отец входил в репарационную комиссию. Он рассказывал мне, что американцы, с которыми они были в непосредственном контакте, были в этом смысле слова, естественно, сложнее нас. Их интересовала не промышленность 30-х годов, а документация, которая позволяла бы создать промышленность 40-х и 50-х. В значительно большей степени. Если уж из Германии через океаны ими вывозилось что-то объемное, то это точно не было оборудованием по производству щеток или НССРов. На такие мелочи они не разменивались. В руки американцам попало золото, например, немецкое. Более того, Швейцария обещала вернуть часть нацистского золота, хранившегося в швейцарских банках. В руки союзников попали патенты на различного рода изобретения. И это была, конечно, большая вещь в тот момент времени. 4 миллиарда долларов заграничных активов в Германии. 220 тонн золотого запаса этой страны. 50 тонн нацистского золота из Швейцарии, 200 тысяч патентов, 250 ведущих немецких ученых. Это вам не станки, выдернутые с полуразрушенных войной германских предприятий. Немецкие источники утверждают, что американцы только от невидимых репараций, то есть от немецких патентов и использования умных голов ученых-немцев, вывезенных в США, получили экономические выигрыши как не меньше 10 миллиардов долларов. Столько же, сколько в конечном итоге должны были получить по репарациям Советский Союз и Польша вместе взятые. Должны были, но так и не получили. Союзники тут же стали саботировать договоренности в плане поставки техники из западных зон оккупации в Советский Союз, поэтому из некоторых зон оккупации мы не получили практически ничего, как из английской, например. Совершенно отдельной строкой в истории репарации проходит вывоз из Германии произведения искусства и иных культурных ценностей. Мысль была справедливой. За счет Германии хоть как-то восстановить экспозиции наших музеев, осознанно разграбленных специально созданными для этого фашистскими комиссиями или просто бездумно уничтоженные немецкой же солдатней. Идеи о том, как это следует сделать, было две. Первая была простой и не больно-то умной. Тащи все как можно больше, потом разберемся. Вторая предлагала взять несколько сотен уникальных, наиболее ценных произведений и этим ограничиться. Но взять 250, ну условно, 300 лучших картин, скульптур, такие вещи, как Сексинская Мадонна Рафаэль и обидеть в одностороннем порядке компенсации за культурные потери, которые Россия принесла в это время. Это, конечно, было бы несравненно умнее, потому что эту массу и можно обработать, и можно удержать, и что самое главное для этих памятников, его можно было бы с самого начала всегда и постоянно экспонировать. К сожалению, люди, которые в конечном итоге принимали судьбоносные решения по репарациям, сами были крестьянскими детьми с не самым блестящим образованием. Так что в итоге победила первая идея «тащи все, там разберемся». Как результат, в процессе поспешных, неподготовленных и, главное, незадокументированных перевозок потерялось слишком многое. И потерялось очень мягкое и обтекаемое слово. Честнее будет сказать, было украдено. Куда-то пропала, например, знаменитая коллекция замка Вартбург, библиотека графов Йорка, кстати, героев немецкого сопротивления. И это испарилось. Почти целиком испарилась коллекция герцогов Саксонко-Барготского. К Василию Сталину его помощники, ординарцы в оккупированной Германии набрали определенное количество материальных и культурных ценностей. по дороге пропал этот эшелон. Там старинная мебель, картина, доспехи, оружие, книги. Потом они появились, естественно, в разных местах. В основном у высших чиновников МГБ тогда. Распатронили. За огромным потоком ценностей было трудно следить. Его было трудно обработать. В итоге многие из вывезенных из Германии произведений искусства просто уплыли налево. И остается только надеяться на то, что когда-нибудь они проявятся на антикварном рынке. И они проходят через нас эти предметы. Это указ в кранах старшей. это произведения искусства, которым будет гордиться любой ведущий музей мира. И сюжет сей по известной библейской истории. Что привлекло в нем того человека, который забрал это из замка в Германии? Правда, истинной ценности полотна этот человек явно не знал. Более того, он не имел представление, как с картинами надо обращаться. Вырезал из рамы и даже не скатал в плотный рулон, а просто сложил, как складывают тетрадный лист. Да и засунул в чемодан или куда-то еще. В итоге полотно, конечно, пострадало. Потертости на образовавшихся сгибах отчетливо видны. А вот ценность этой вещи уже была очевидна любому. Я думаю, стоит обратить внимание на эту шпагу. Вот здесь, я думаю, не возникнет вопросов по поводу того, было ли это в Германии или не было. От войск СС Гиммлер наградею Риббентропа, министра иностранных дел. О чем глаголит сия гравированные и золоченые надписи. Антиквары сожалеют лишь о том, что проходит слишком мало торгов, которые способны выявить истинную ценность того или иного произведения искусства и, главное, придать им легитимность в современном мире. К сожалению, большинство сделок по перепродаже трофейных ценностей это так называемая сера. Когда не публичные сделки между собой, где-то там в магазинчике провели это. Что же касается запасников музеев, то и там зачастую торжествует все та же сера. Мы сегодня имеем немалый объем прекрасных, уникальных с точки зрения культурной и художественной ценности произведений, которые боимся выставлять, боимся признаться, что они у нас есть. Не было ощущения законного правообладателя. Зачем прятать, зачем говорить долгие годы? У нас нет собрания Кёнигса, у нас нет собрания Кёнигса. Но в конце концов у нас есть. Во-первых, это как-то некрасиво с точки зрения и выдерживания лица, а во-вторых, это просто бессмысленно. Потому что, если его всегда нет, что 200 лет его хранить и никому не показывать. Бывший директор Пушкинского музея, знаменитый на весь культурный мир Ирина Антонова утверждает, из перемещенных ценностей в музей осталось совсем немного экспонатов. Основная часть отправилась обратно в Германию, после того, как было решено вернуть немцам спасенную, а потом еще и отреставрированную нами коллекцию Дрезденской галереи. То, что осталось, ну, во-первых, в том числе, конечно, и интересный материал, несколько интересных коллекций. Ну, например, коллекция Шлимана, конечно, имеющая мировое значение. Это золотые изделия из раскопок. Трое. И вот эта коллекция оказалась у нас. Несколько золотых чаш, женское головное украшение, серьги, ожерелья, браслеты. Впрочем, сегодня некоторые искусствоведы выражают сомнение в том, что все это представляет большую историческую ценность. Ведь тот факт, что Шлиман откопал именно Трою, а не какое-то другое, вполне рядовое античное поселение, до сих пор не доказан. Тем не менее, именно золото Шлимана стало у нас своеобразным символом трофейного искусства. Символ это случайный, потому что, наверное, на протяжении советского времени, когда в архивах появлялось слово «золото Шлимана», действовало на членов ЦК КПСС очень убедительно, что золото – это такая вещь, за которой надо держаться любой ценой. Поэтому золото Шлимана, например, осталось в России, а несравненно более ценные в художественном отношении картины Дрезденской галереи оказались, в конце концов, опять в Германии. Именно Пушкинский музей в свое время принял большую часть скульптур и картин, вывезенных из Германии в рамках репарации. Сегодня в его экспозиции, кроме золота Шлимана, открыто представлены, например, полотна Гои. Есть и другие ценные картины. Но хранится здесь и то, за что цепляться нет никакого смысла. Есть, откровенно говоря, малозначительный совсем материал. У нас продолжает храниться коллекция, так называемая коллекция Кеннекса. Это те самые гравюры, про которые раньше говорили, что их у нас якобы нет. Скрывать наличие тех или иных перемещенных ценностей становится с каждым годом все сложнее, а главное, все глупее. Какой в этом смысл? Зачем стесняться того, что стал одним из результатов самой кровопролитной в мире войны и лишать тем самым мир существенной части его культурного наследия? Почему, наконец, не признать, да, у нас есть некоторое количество предметов искусства, вывезенных в Советский Союз в рамках так до конца и не реализованных по объему репараций. Но это наше. По закону и по справедливости. Пока что еще история Второй мировой войны не снимает ответственность с Германией как с агрессором. Существует совершенно очевидная моральная ответственность с Германией, которая предполагает, что все это можно было бы вернуть, если бы, например, Германия вернула все то, что пропало или погибло на территории России. Однако никакого масштабного возврата с их стороны нет. Тупик. Выход из которого возможен только в том случае, если заработает очевидная и справедливая схема. Мы возвращаем, нам возвращают. Мы вернули, например, ту же коллекцию Дрезденской галереи. Пришло что-то в ответ? По сути, нет. Это что-то было смехотворное. По-моему, это была одна или две какие-то вещи. По-моему, какие-то два предмета, причастные к янтарной комнате. Кстати, отнюдь не самое лучшее, что потеряло Россию в плане художественных ценностей. Если вспомнить, как были разрушены церкви в Новгороде, и Волотово поле, и другие вещи, вот это действительно невероятные ценности. Там какой-то столик или какая-то штутька. Это смехотворно. Ничего не было возвращено. Так надо ли беспокоиться о том, что мы что-то оставили себе? Надо ли именно нам, детям и внукам солдат Красной Армии, как-то особенно стыдиться своего прошлого и тем самым бросать тень на настоящее? Посмотрите на эти фотографии. Вот американские солдаты рассматривают награбленные ими где-то предметы искусства. Золотые статуэтки, прочие украшения. А вот этот герой, пожелавший вековечить себя в тот момент, когда ему целуют руку итальянка, экипирован по полным. Шелковый шарфик, бинокль, фотоаппарат. Возможно, свои, не трофейные. Вот только часы на руке женские. Впрочем, это его ничуть не смущает. На множестве сайтов, как в русскоязычном интернете, так и на иностранных, висят подобные фотографии. Американцы вывозили картины машинами, грузили в вагоны, снятое имя с постамента в статусе. Не нужно быть большим или очень крупным психологом, чтобы понять человеческую натуру и сказать себе, что русский, украинец или американец в этом смысле мало чем отличаются друг от друга. И изображать дело таким образом, что только военнослужащие Красной армии занимались вот этим, ну, было бы наивно. А на этой фотографии запечатлены горы аккуратно упакованного добра, которое вывезли из России немцы. Такими снимками изобилуют разного рода военные сайты в интернете. Но при этом никто ни разу не назвал наших бывших союзников и наших бывших врагов в той войне мародерами. В то время как против наших солдат подобные выпады делаются постоянно. Обидно, несправедливо. Но во многом в этой ситуации виноваты мы сами. Мы продолжаем ретушировать свою историю словно черно-белую фотографию, почему-то стесняясь говорить о добытых в той войне трофеях. Вы знаете, это была позиция, в общем, как бы советского времени. Нас так воспитывали, идеология была такова. И просто нас так вот приучали, что это неприлично. Но продолжая оставаться на этих позициях, мы тем самым позволяем рождаться все новым лживым легендам о грабежах и о масштабах наших репараций. Так давайте, наконец, в полный голос скажем. Мы имеем на привезенные трофеи полное право. Наши отцы и деды все это заслужили. А все добытое ими. Это лишь очень несоразмерное возмещение. Скудная плата за войну, разруху, горе и десятки миллионов погибших. Продолжение следует...